На самом деле никуда никто не селится, на самом деле каждый живет здесь и сейчас, и поэтому я вас всех приглашаю в будущее, в котором мы сейчас все уже и находимся. Поэтому добро пожаловать всем в будущее, оно уже здесь и сейчас. Друзья, будьте любезны, будьте любезны, можно мы записываем? А можно это с микрофона? Нет, обязательно это с микрофона, ну нет, ну мы записываем. Я работала на РТВ, я знаю, что такое микрофон. Отлично, идите, это скальпель в мозге, куда вы можете провести? Давайте конец. Как у нас сейчас максимальная концентрация, у нас мало времени, поэтому мы сейчас отписываем перспективных наших спикеров и потомки. Хорошо, я не буду тогда представляться, я останусь таким естественно-испытателем 33 лет. Я достаточно многое прошла, у меня несколько профессий, я много читала, я знакома с Толковским, Гегелем и так далее, и так далее. Ну не лично, но я коснулась их учений. Просто я пыталась сейчас санализировать все, что здесь произошло. Сегодняшнюю конференцию я узнала буквально за 4 часа до ее начала, поэтому, конечно, у меня не было времени подготовиться. Ну, во-первых, о сегодня. Я хотела, кстати, вам исполнить Happy Birthday, Dear President, by Marlene Monroe. Я декану своему пела. Кстати, да, в розовом парике, всем понравилось. РГСУ это было. Да. У меня пару мыслей по поводу, вот, Андрея, Facebook. Действительно, сейчас, как Собчак выразилась, наступила эра лайков. Это немного такой функциональный подход, но Facebook, он как инструмент здесь, да, опять же, цифровой. Там, спасибо Цукербергу и так далее. Я как-то ходила в школу величайших книг, ну, я сходила пару раз, это интересный бизнес. Собираются ребята и что-то обсуждают, как в процессе, да, школа величайших книг. Но в чем история? Там однажды подошел Василий и сказал, ребята, от вас останется только ваша стена. И когда сегодня я уже, ну, так скажем, похоронила в Фейсбуке около пяти людей, это реальные люди, которых уже нет, и от них остается только стена, и ты понимаешь, чем жили люди там и так далее, и так далее. Вопрос вечности. Однажды ко мне подошел в храме мужчина и сказал, у меня для вас стихотворение. Я говорю, давайте. Да, нет, я не знаю, что за вечность, но немного ли нам надо. Нет, это мою минутку. Он сказал, помню то Рождество, в Лузе была снежная, ты была волшебство над всей планетой нежность. Я ему как-то сразу экспромтом ответила про вечность. Я не знаю, что за вечность, но немного ли нам надо за такую откровенность, что идет повсюду рядом. Может быть, мы не готовы к вечностью, конечно, мы будем нашим прогрессом стремиться к этому, да, и действительно наступают, говорят, скорые шестой расы и так далее. И мы, опять же, не знаем, что происходит на самом деле. Но история, как правильно заметил вот врач, я просто тоже общаюсь с психотерапевтами, ну, знакомые. Суть в чем? На самом деле, проста, проста, нет, история проста, долголетие, на самом деле, это все просто. В метаболизме. Это ровный сон, правда, он мне показывал примеры китайских, японских и русских людей, которые жили до ста и более лет. Все просто. Сон, правильный метаболизм и правильные мысли, как и сознание правильно заметили. В чем здесь дело? Во-первых, здесь все окончания, это шарики, это правильные вдохи-выдохи, это все, естественно, физиология. Ну, вот, например, таким, как я, йогой нельзя заниматься, потому что меня, наоборот, угнетает, скажем так, медитация. Я сейчас буду петь, подождите. И... Я стою рядом, Андрей Евгеньевич. Добрый день, два. Ну, как стою. Андрей Евгеньевич. И что хочется сказать, значит, про вечность. Да, просто здоровый образ жизни, на самом деле, все просто. И настоящее. Я однажды исследовала тему, что такое настоящее, как поймать момент. Извините, я быстро говорю, чтобы уложиться. Отлично. А в чем суть настоящего? Это значит, ловить запахи, моменты, почувствовать, что ты здесь сейчас. Это же целый процесс осознания. Осознание здесь самую главную роль играет. И когда ты это понимаешь, твои биологические часы, они действительно растягиваются. То есть твои пять минут, они же могут показаться вечностью, и вечность может пять минут показаться. Правильно? Ну, вот. И тут вопрос, ну, как бы, все-таки уровней и твоего личного опыта. И, ну, просто настолько всего много, мы очень обрывочно получаем информацию. Я думаю, что у нас получилась очень хорошая презентация. Да, и мы можем... А, happy bells day to you, 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 happy bells day to you. А, ду-пи-ду. А, дорогие. А, ду-пи-ду, спасибо. Я хочу вам еще представить, пока идет торт, я хотел бы представить у нас сегодня в гостях общественное движение «Глобальная волна». Это движение, которое объединяет в себе альтернативщики, как их называют ласково. Но на самом деле это ребята, которые занимаются изучениями вопросов бытия, физика, химия, биология и все, что связано с практическими науками, но с позиции некого, так скажем, ну, некой смелости, некой такой альтернативы, драйва и так далее. Вот. И Ярослав Петрович это... Сначала торт предлагаю. Да? Торт. Никогда не закончится. Давай, иди, говори. Торт. Давай, давай. А она точно знает, что говорила Мерлин Мадро. Говори. Да. Так, выносите торт. Ну, там было пару фраз. Андрей Евгеньевич, вы сюда. О, my dear president, I'd like to make a present now. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ну, и да, нужно загадать желание, и я надеюсь, что мы привлекли внимание Богу к сегодня, к моей семье, в том числе. Спасибо вам огромное, что пришли на сегодняшний вечер. Среда для инноваций, я думаю, состоялась. Мы пока не прощаемся. Спасибо огромное городскому кафе нашему за то, что оно предоставило нам возможность собраться и даже немножко задержаться дольше времени. Вот, собственно, у меня, Ярослав Петрович, вы-то будете вещать, да? Конечно. Ну, вы человек дисциплинированный, две минуты, да? Две. Как говорит Кузнецов, на самое ценное остается две минуты. О чем мы слушали? Во что превратился Кузнецов, дорогие друзья? Это больше будет, наверное, для наших зрителей. Зрители знают Андрея Евгеньевича Кузнецова 10 лет. С чего все начиналось? Создать мега-социальную стеть, которая поразит умы миллиардов людей. Продвинуть новую научную парадигму. Эфир. И к чему все скатилось, дорогие друзья? Обыкновенные частные сообщественные мелкобуржуазные интересы. Скатились к тому, в площадку, которая жонглирует одним из миллионов множества факторов, которые кто-то деньги зарабатывает, кто-то свою сеть развивает, кто-то еще что-то здоровье продвигает. Ушло главное. Ради чего мы сюда пришли на планету? Какая миссия, дорогие друзья? Забыто полностью напрочь. 10% откладывать. Зачем? Почему? Глупо думать, живя на помойке, что ты отгородишь себе кусочек, и ты на этой токсичной территории сможешь получить высокую качество жизни. Не надо перебивать. Было вам слово, и вы не выдержали свое слово. Дайте мне мои две минуты, пожалуйста, дорогие друзья. Большое спасибо. Штрафная санкция 30 секунд. Итак, 3 марта 2018 года в 15.00 на площадке кандидатов президента Бориса Титова будет выступление Ярослава Старухина, цивилизационный проект России, окно возможностей. У нас есть среди нас современники, которые опережают сегодняшнее мировоззрение на 500, на 1000 лет. Мы можем каждого на планете Земля обеспечить жильем, едой, водой, здравоохранением, питанием, образованием, всем чем угодно, и забыть нахрен про откложение вот этих 10% на что тратят люди свою жизнь. Оглянувшись назад, они скажут, на что мы тратили свою жизнь. Мы десятилетия жизни потеряли впустую. Я счастлив, что знаком с Андреем Евгеньевичем Кузнецовым, и несмотря на отклонения, что Андрей Евгеньевич бывает блуждает, все-таки он четко видит вот этот вот маяк, который светит и ведет его вперед. Большое спасибо Андрею Евгеньевичу. Ярослав, можно я чуть-чуть еще? Ну уже нельзя, уже никак. Последний момент, пока вы будете есть, именно последний момент, вот зачем мы тут все собрались. Я в своем выступлении забыл самый главный лозунг сказать, самый главный лозунг. Прошлая эпоха мы жили под лозунгом пролетарии всех стран, соединяйтесь. Эту эпоху мы живем под лозунгом «Счастливые люди всех стран, соединяйтесь». Что происходит непонятно? Механизм какой-то, правильно, как сказать? Что надо есть? Надо есть правильные мысли. Что значит правильные? Надо учиться, всему надо учиться, всему надо учиться. Надо учиться, надо общаться, надо общаться и учиться, просто и всему. Спасибо большое. У нас все неправильные мысли тоже нужно. Друзья, огромная просьба, я хотел вас развлечь немножко, еще две минуты потратьте, пока вы... У меня тишина, Андрей Евгеньевич считает стихи. Да, пока вы вкушаете торт. У меня был однажды такой случай. В Лужниках выступал один спикер иностранный, и там собралось 12 тысяч зрителей. И он опаздывал, он там застрял в пробке. И среди нашей команды организаторов, а мне тогда было лет, наверное, 27, вот среди команды организаторов возникла заминка, то есть нужно было публику развлечь, потому что публика начинала уже там друг другу оплеухи отвешивать, свистеть, там семечки бросать и так далее. Вот, и организатор говорит, ну, нас там было четверо или пятеро, ну, админы, да, с рациями. И он говорит, ребята, кто сейчас выйдет на сцену и будет развлекать публику? Вот, и так как как бы зажали в угол в итоге меня, то я, соответственно, с этим микрофоном, и мне казалось, что это как-то легко, но вдруг я понял, я понял, что я, кроме в лесу родилась елочка, ничего внятного со сцены в олимпийском в микрофон сказать, наверное, и не смогу. Вот, ну, я там стравил пару анекдотов, ну, так, и, в общем, мне повезло, в этот момент спикер подъехал, и как бы меня быстро-быстро оттуда эвакуировали, да, то есть ботинкам мне не досталось. Но в тот момент я словил такую, знаете, злость на себя, я подумал, что я обязательно выучу какое-нибудь хорошее, красивое стихотворение, чтобы, если мне дадут микрофон, чтобы я поэму зарядил минут на 15, и еще так, знаете, с выражением в лицах, думаю, вот прям выучу. Вот, но когда я начал учить чужую поэму, тут взыграло эго мое, и я думаю, ну, как это так, я буду читать чужие стихи, надо свои написать. Я думаю, надо на этот торжественный случай написать какое-нибудь стихотворение, чтобы вот. А написал я стихотворений много, они все очень не праздничные, то есть они такие, их не на день рождения читают. Вот. Но одно, одно, вызывает эффект, очень важный психологический эффект, как мне кажется. И я хотел бы, чтобы вы его послушали, потому что я каждый раз, когда его читаю, этот эффект, он не кончается. То есть это значит, что это стихотворение, оно задевает, наверное, какую-то струну, да, где-то в душе. Вот. Готовы послушать? Да, оно короткое, оно короткое буквально. Просим, чтобы глобальный волон единственный, кто снимает. Да, у меня вот, в моем съемочном телефоне. Просим, просим. Я, блин, плохо репетировал, поэтому не факт, что у меня получится, как у покойного Филатова, но попробую. Сон странный. Я, и как будто бы на допросе. Кто вы? Зачем здесь? Что уже успели сделать? А я завис еще на первом, на том вопросе. Очнулся, к окну подошел. От солнца пока только лучи. Самого еще нет. Вдыхаю прохладу, проветриваю рассудок. Потихоньку рассеивается ночного кошмара бред. Вдруг справа в зеркале увидел ее. Взгляд, волосы, космоса струны. Вспомнил, как в лифте вчера столкнулись. Пленка немого кино неслась в прошлый вечер. Вот мы в кафе, вот мы болтаем, потом танцуем. Я обнял несмело и нежно плечи. Глаза, формы, ноги. Смех заразительный дьявольски. Но анекдот не смешной совершенно об ангелах, боге. Белье черное, застежка сзади. 200 километров в час. Под грохочущие босы. Не едем, летим. Никого впереди, никого сзади. Волю в кулак. Хватит уже сомневаться. Ты же не призрак? Там где-то часы, посмотри. Уже есть 12. О, она. Ах, да, конечно. Уже даже больше. Ну вот и прекрасно. Значит, пора на завтрак. Есть хочешь? Встает во весь рост. Ногая, чистая, яркая, как солнце утром. Смотрит нежно так, по-девичьи. Так непривычно, мудро. Так странно, мудро, что расхотелось есть. Говорит. Я твоя смерть. В словах холодный покой поверил сразу. Забыл про логику, мыслей нет. Все тут же вырубилось в разуме. Не стал задавать лишних вопросов спонтанных. Подошел ближе, взял за талию. Спросил прямо. Когда? Улыбнувшись игриво, кокетливо, как-то особенно живо, шепнула на ухо. Нежно так, до мурашек. Вчера. Друзья, я что хочу нам всем пожелать. Последние открытия нейробиологов и мозговедов говорят о том, что мозг – это антенна, а мы все не здесь, что мозг только проецирует нам реальность, а что в реальности происходит, пока непонятно. Но важный момент, очень важный. Пока мы все способны осознавать себя живыми, пока у нас у всех в этом теле, в этом действии, в этом спонтанности, есть какой-то смысл, я предлагаю больше двигаться, больше думать, больше общаться и больше жить. Почему? Потому что... Потому. Потому что потому. Встретимся в будущем. Всем спасибо. Огромное. Свободное общение. Едим торт. Кто сейчас не хочет, есть лайтбоксы, можно взять с собой небольшую порцию, домой поесть в удобном режиме. Спасибо. Так, ну а мы, дорогие друзья, обнаружили здесь... Ольга? Я решила тебе публичную лестницу. Ну уже пришлось, уже пришлось. У меня родственники. К сожалению, так получилось, я упустил в виду, у него есть... Я просто не готовилась, мне присутствия на главе румбинации, чтобы я узнала об этом, я бы выступил с какой-то определенной... Пилотный экземпляр. Это книга Ванцовская, Михаил Дмитриевич, Михаил Дмитриевич доктор экономических колонн. Что вы хотите? Такой достаточно подминутый человек, который думает о глобальных вопросах политической экономии. Мне нужно прочитать? Ну можно, как вариант. А зачем? Что-то мы не говорим о подарках. Хорошо. Вот один из подарков, я решил специально для него, написать книгу, я ему ее подарил. Так, о чем? И даже он ее... Понемногу обо всем, господа, книга обо всем. Называется так. Называется «Ошибки марксизма и миллионы невинных жертв». Почему провалился... Почему провалился коммунистический эксперимент? Каждому человеку в жизни приходится решать две задачи. Первое. Иметь хорошую профессию, потому что охранником много не заработаешь. И второе. Уметь хорошо устроиться, уметь хорошо продать эту профессию. И Андрей Евгеньевич справляется великолепно с обеими этими задачами. Он проводит презентации. Мало того, что он гений в работе, он проводит презентации, он продвигает свои идеи, свои теории. Сто лет назад за написание этой книги меня бы расстреляли. Пятьдесят лет назад дали бы очень большой срок. Вы знаете, господа, я до сих пор опасаюсь. Так провалился ли эксперимент на своей новости? Это ваши детские комиксы. Ничего не бойтесь. Вы в подвалах Лубянки давно бывали? Бо-бо-бо. Я знаю. Никогда. Я знаю ответ. Никогда. Травмированный психик. Никогда. Поэтому вы так хорошо говорите. Господа, в чем отличие рабочего и капиталиста, о чем писал Карм Маркс? В чем отличие рабочего и капиталиста? Рабочий копает канаву, грузит грузы, крутит баранку. Что делает капиталист? Определяет потребность товара, организует производство, управляет производством и занимается сбытом. Рабочий не занимается сбытом. Он произвел какой-то товар, ему это больше не надо. Ему больше ничего не надо. Таким образом, капиталисты выполняют необходимые экономики функции управления. И финал. И финал. Наш девиз победа. Маркс, что предлагал Маркс? Не спровергнуть весь существующий общественно-экономический строй. Что это означало? Это означало поменять капитанов на матросов. В море есть корабль, у корабля есть капитан. Есть матросы. Капитан рулит, матросы исполняют его волю. Кармарс предложил, давайте капитан убьем и вместо него посадим матроса-железняка, допустим. Что получилось, господа? Ничего не получилось. Приплыли. Совершенно верно, гениальная фраза. Если капитан может выполнять работу рабочего, работу, прошу прощения, матроса, потому что он в детстве, где-то в молодости был юнгой, он может выполнять функции матроса, то матрос просто не справится. И образ победы, вы сказали... Наш девес победа. А образ победы? А образ победы разум, господа. Образ победы это разум. Спасибо всем. Трезвый анализ. Нам нужно сейчас оперативно собираться. Пока мы собираемся, да, в поле... 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 Мы собираемся. Мы собираемся. Так. Это просто так. Я хотела еще сказать. Мы собрали еще пост. Батюшка спрашивает, что можно есть в посту? Ешьте все, только не ешьте друг друга. Только молитесь. Вот какой правильный у вас, батюшка? А молиться что ли? А молиться? Да не надо. Это самый большой грех. А просто что есть. Поэтому здесь идет объединение, где даются возможности высказаться всем. Это очень важно. Мы не едины друг друга. Очень важно. И жизнь на небес и досветить своими своими областями. Ну, дорогие друзья, завершился завершился этот интеллектуальный батл. Завершился этот интеллектуальный батл. Что я не успел сказать, что у нас есть возможность изменить экономическую формацию, мировоззренческую формацию, технологическую формацию, дорогие друзья, развиваться по экспоненте. И весь мир подошел уже к периоду трансформации. Или мы это осознаем, и мы захватим господствующие высоты, и будем на гребне волны, либо эта волна погребет нас под собой. Стоп. Снят. Кстати, я генератор флеша сам собирал дома. Работает. Работает. Так. Не ругайтесь, у нас все пишется. Так, что еще по свободной энергетике делал? Ну, по свободной энергетике Фраццековский. Плоский, плоский волны. Фраццековского слышал? Эфиродинамика. Да. Иванов, ритмодинамика. Ну, я что-то научу. Кушелев, микроволновая, рубиновая энергетика. У меня, кстати, товарищ у меня в Краснодарском крае как раз этим занимается, и он даже машину на водороде у него там. Это кто это? А у него там уже взорвали. Кузнецов? Фамилия, как его? Сейчас. Давай, давай. Он еще этот газ, транснефть, как там, один венец-президент. В общем, у него на воде там машина, 3 литра бэха, бэха, бэха. 3 литра на 100 километров. И его взорвали. Взорвали прям? Взорвали. Может, у него водород взорвался? Взорвали. Он у него валит. Он у него взорвали. Бомбами? Его, слушай, его, его, нет, на микрофон говори. Товарищ Чаука, ну что ты, все, кто занимается всей этой, всей этой темой, они немного под Богом ходят. Вот и все. Вот, дорогие друзья. А к чему я призываю, что необходимо объединяться, дорогие друзья. Объединяться, согласен. Необходимо объединяться общественной контроли, чтобы проводить опыты в прямом интернет-эфире. Я скажу так, что у нас 50-60 процентов бюджета Российской Федерации за счет акцизов и налогов на внутреннее потребление углеводорода. И когда мы предложили государственную программу по оптимизации теплоэнергетики по районам, сделать независимую систему в обход котельных, нам-то зарубили. Зарубили? Ну что ж, а глобальная волна, дорогие друзья, предлагает, ну, готовясь выступать на платформе УТИТОВА, освободить от налогов физических лиц, мелких, средних предпринимателей, и бюджет Российской Федерации необходимо формировать за счет поступления операторской деятельности, операторской компании, которая будет предоставлять технологии по франшизе, по модели франшизы. Все народонаселение страны может заниматься тем, что описано в писаниях. Плодитесь и равнажайтесь. Мы в этот мир пришли не для того, чтобы быть рабами и быть работать, а для того, чтобы развиваться и быть счастливыми. Счастья вам, здоровья!